Здравствуйте! В эфире программа «Городская среда». Жители столицы нашего государства уже давно поставили знак равенства между такими понятиями, как строительство и мафия. И действительно, то, как в Кишиневе реализуются проекты по возведению жилых многоэтажек, трудно назвать иначе, как разбой. При этом все выглядит относительно честно. Помните замечательный персонаж Романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок»? Остап Бендер говорил, у меня есть 400 относительно честных способов по отъему денег. Главное – найти клиента. И вот, когда такому персонажу помогают чиновники, мэрии, судебные инстанции и наше непреодолимое желание быть обманутыми, то, то есть стать такими клиентами, тогда и наступает эпоха Бендера. В нашей столице под фундаментами новостроек буквально исчезли детские и спортивные площадки, части парковых зон и скверы. Более того, практически украдены крыши у владельцев пятиэтажек, которые согласились, а чаще нет, на возведение пресловотых мансард. Как в этом процессе поставить точку? Поговорим с муниципальным советником от партии социалистов Александром Одинцовым. Здравствуйте. Здравствуйте. Не так давно прошли публичные обсуждения, посвященные теме незаконного строительства, а точнее теме организации, общественной организации, либо еще какой-то структуры по противодействию незаконным стройкам или стройкам, которые мешают обитателям других домов, вокруг которых уже образовалась какая-то инфраструктура, организованы детские площадки и спортивные площадки. Но потом мы знаем прекрасно много примеров в истории нашей столицы, когда все это исчезает под фундаментами новых жилых многоэтажек, и в итоге люди живут в муравейнике практически, потому что припарковать машину очень сложно, прогуляться с детьми практически невозможно. Нужно все время передвигаться либо по тротуарам, если они, конечно, есть, либо вот пытаясь каким-то образом отхватить проезжую часть у автомобилистов. Я вот обратил внимание, женщина, одна из женщин, которая участвовала в этих публичных слушаниях или в обсуждениях, она заявила, мы живем в каком-то крутом криминальном сериале, то есть мы даже боимся заявлять о своих правах. Вот как бы вы сформулировали ситуацию в сегодняшнем Кишиневе, и что все-таки удалось понять из этих обсуждений, что необходимо все-таки, с чего начать эту работу? Знаете, мы представители фракции социалистов в муниципальном совете, мы продолжаем, в принципе, заниматься вопросами незаконного строительства или строительства с нарушениями, наверное, было бы правильно так сказать. Мы как бы и не останавливались. По издавлению граждан, когда людей что-то беспокоит, кишиневцев, как правило, они видят беспокойство. Возникает, как правило, ты утром выходишь на работу в детский садик, в школу и так далее, ты стоишь, видишь забор. Когда забор стоит, это значит, что большая часть документов, неважно, как правило, они получены незаконно, либо не все документы, либо документы с нарушениями и так далее, и так далее, и так далее. Но часть документов базовых у него есть. И вот на этом этапе остановить строительство очень сложно. Надо аннулировать авторизацию на строительство. Для того, чтобы аннулировать авторизацию на строительство, необходима аргументация. То есть убедить вице-примара или исполняющие обязанности примара сейчас подписать новую диспозицию о приостановлении действия авторизации, либо обратиться в суд об аннулировании авторизации. Если срок административный прошел, нужно применять другие. В общем, очень сложная юридическая процедура. Мы этими вопросами занимаемся. И у нас десятки адресов, которых у нас получилось остановить крупное строительство, когда особенность это касается на начальном этапе, и на Ботанике, и на Рыжкановке. Есть десятки адресов, где получилось это остановить. Я могу и по адресу назвать. В принципе, это было бы неплохо. Потому что, вы знаете, сами часто слышим журналисты, что да, вот там социалисты удалось остановить. Но вот здесь вот нет. Мне кажется, таким хотелось бы ответить фактами. Почему мы вообще решили создать эту строительную группу? Во-первых, решение создания строительной группы, это было подписание нашим кандидатом, Ионом Чебановым, председателем фракции социалистов в муниципальном совете, обязательства перед гражданским сообществом под номером 15, там 15 пунктов, все не ошибаюсь, было. Но где создание строительной группы было? Вот мы свое обязательство выполнили. Мы инициировали создание строительной группы. Мы провели такое обсуждение, для чего. Я выработал проект решения муниципального совета, которым мы создадим постоянную группу. В эту группу будет включена комиссия, группа, не важно, как она будет называться. Да, будут включены, ну, советники от фракции мы должны включить, представители гражданского общества, представители управления дирекцией дисциплины и дисциплины в конструкции и авторизации. Мы приглашать будем представителей ЦНА и генпрокуратуры в обязательном порядке, придут, не придут, мы не знаем, но материалы мы будем отсылать им в любом случае. А также жители, заинтересованные лица, пожалуйста, приходите. Все материалы, то есть мы планируем так, за последние пять лет, начиная с последнего года. Ну, те, которые следствия, которые, как правило, сейчас ведутся и которые сейчас беспокоят, они те уже, которые построены. Задача заключается в чем? У нас есть опыт, и я могу уже предложить некоторые законодательные инициативы в изменение законодательства в парламенте в Республике Молдова для предотвращения тех схем, махинаций и так далее. Но это требует больше уточнения, больше систематизации. Для этого должна быть работа сообща. Еще одна причина, почему мы делаем не только наши фракции. Мы хотим, чтобы наши коллеги, в том числе представители платформы «Да», которые, кстати, тоже подписали вот это соглашение с гражданским сообществом, они там заявляли о том, что они будут бороться с мафией Беляра. Однако, кроме селфи на фоне стройки, они даже заявление в полицию не подали, даже запрос не подали, больше ничего не сделали. То есть никаких практических действий. Никаких практических действий. Вот что меня, человека, который целенаправленно вот этими вещами занимается, меня дико возмущает. Особенно после этой драки, когда меня пытались припечатать к забору возле Гаудиамуса. Меня это возмущает. Когда была получена диспозиция приостановления, то диспозицию нужно было у полиции зарегистрировать. А господин Анастас, хотя юрист по образованию, занимался там просто популизмом, по-другому это назвать нельзя. Так вот, граждане, которые будут участвовать в этом процессе, они должны убедиться, насколько это непросто, насколько это сложно бороться с мафией Беляра. Основная борьба с мафией Беляра, она не заключается, люди в телевизоре видят что? Видят финальный результат. Когда мы, скажем так, другими способами, законными способами, когда госстроэнспекция не работает, когда цена не работает, вот об этом можно говорить захваченное государство. Когда генпрокуратура не работает, не возбуждает уголовные дела, нам отказывают. Когда, в первую очередь, государственная инспекция в строительстве, когда притуры, которые сейчас получили полномочия по надзору за незаконным строительством, когда они все не работают, хотя обязаны работать, Ты их вызываешь, говорит, послушай, вот здесь незаконно заливают фундамент. То есть нет авторизации вообще, в принципе, это незаконное строительство, они не работают. Вот как остановить застройщика? Полиция говорит, а дайте нам какие-то основания. А основания нам не дают. Основание это приостановление действия авторизации. А у него нет авторизации. То есть приостановлять нечего? А полиция говорит, ну мы напишем письмо в госстроинспекцию. Пока госстроинспекция среагирует, там будет уже пятый этаж построен, после этого через суд легализация. Мы вынуждены ломать забор. Ну не мы, а депутаты вынуждены ломать забор. То есть так. В некоторых случаях это происходит. И вот необходимо объединить усилия всех граждан. И для того, чтобы это было, во-первых, прозрачно, потому что самая вершина айсберга, скажем так, а подводная часть это длительная юридическая работа. Это подача исков, обаннулированной авторизации, обаннулирование сетификации урбанизма, подача в госстроинспекцию, подача в экологическую инспекцию, прохождение всех судебных инстанций, начиная, к примеру, по тому же строительству возле Пловдева, мы, к сожалению, проиграли 4 судебных иска. Вот там два строения, идиоты, строят прямо на бывшей территории детского садика. Так вот мы подали от собственника Пловдева, от кооператива «Московский дом 5», от детского садика, и от нас, канцелиеров, мы подали 4 иска на аннулирование авторизации. И вот 4 иска, первая инстанция, апелляционная плата и вышка, мы, к сожалению, проиграли, потому что у них крутая крыша, либо они платят деньги. Вот здесь можно говорить, что это мафия мобильяра, здесь можно говорить о том, что это захваченное государство, и вот здесь вот необходимы массовые протесты, но, к сожалению, люди тогда у нас не... Был протест, был снос забора, но тогда не очень подержали. Вот эта строительная группа, она должна реагировать на то, что и сейчас есть, систематизировать старые нарушения, скажем так, и выработать регламенты, которые будет принимать Муниципальный Совет, а также законопроекты, которые наша фракция депутатов-социалистов, надеюсь, что другие депутаты нас поддержат, будем изменять законодательство для того, чтобы убрать. А застройщики должны понять, выгодно должно быть тогда, когда это одобряют жители. То есть строить по беспределу должно быть невыгодно. Вот просто-напросто. Сегодня в нашей стране как раз доминирует именно такая точка зрения, выгодно не тогда, когда честно, а выгодно тогда, когда нечестно происходит. Совершенно верно, для этого есть общественное мнение. Одна из форм протеста, которую мы, надеемся, будут использовать, мы бы не хотели политизировать этот вопрос, поэтому мы пригласили и платформу «Да», и партию «ПАС». Пожалуйста, приходите в группу. Кстати, господин Слюцарь был приглашен, он там заявлял, что у него там 25 папок, которые… Накопившихся. Да, которые один юрист, который раньше с нами сотрудничал, он эти имеет. Но почему-то опять же ничего не делают. И они пришли, кстати, на… И были другие канцелиеры приглашенные, они не пришли на эти публичные слушания. Ну, мы надеемся, когда в муниципальном совете будет приниматься решение, другие канцелиеры предложат и начнут работу. Ну, почему они не пришли, в общем-то, наверное, понятно. И одна из причин, наверное, в том, что как раз тогда возникает удобный повод сказать о какой-то политизированности подобных слушаний. С их присутствием на этих публичных обсуждениях сразу этот момент убирается. Потому что, как бы, гамма политических сил, представленных в этих публичных дебатах, как раз расширяется. Ну, вот, кстати, было заявлено в ходе вот этого диалога о том, что архитектурно-строительное управление называется главным звеном цепи незаконных строек, которые появляются в главном городе страны. И почему это происходит? Широкие полномочия у главного архитектора? Я бы не так сказал. Главным звеном, наверное, происходят некоторые наши коллеги в муниципальном совете, к сожалению. Тогда голосуют. Либеральная фракция, в первую очередь. И некоторые коллеги, которые поддерживают либеральную фракцию. И в данном случае я повторно или многократно уже возмущаюсь высказыванием господина Анастаса. И жители, которые действительно следят за нашими действиями, должны проанализировать и осознать это. Господин Киртуака, ну, скажем так, в прямую участник, если не, знаете, один из создателей вот этой мафии Мебеляра, он участвует на этих протестах, почему его никто не выгоняет? Почему его никто не критикует? Почему нас обвиняют на пустом месте? Мы, кстати, подали в суд на обвинение господина Анастаса в том, что мы там получали квартиры и так далее, и так далее. Ну, сколько можно терпеть? Ребят, ну, там Белинский 4, мы аннулировали тот пуст, здесь Белинский 4, другие адреса. Он говорит, моя жена, когда сводит передачу, говорит, слушай, я послушаю, у тебя 10 квартир. Говорит, покажи хотя бы одну. Я живу в старой родительской хрущевке, которую приватизировал вместе с родителями в 90-м году, в 94-м году. Мы подали в суд. Так вот, мафия Мебеляра начинается в муниципальном совете. Когда изменяется зональный план, когда продлевается аренда, когда приватизируется какой-то участок, когда идет модификация границ или так далее. Вот там мафия Мебеляра. Мы за земельные вопросы не голосуем. И это любой житель, благодаря тому, что мы внедрили онлайн-трансляцию в муниципальном совете, может взглянуть. Вот либеральную фракцию платформа «Да» и госпожа Санду почему-то не критикуют, потому что это часть их сторонников. И вот в этом и есть лицемерие и цинизм высказываний «Мафия Мебеляра», «Мафия Мебеляра», «Хотя ты сам дружишь и целуешься в десна» с частью этой мафии Мебеляра. То есть так мафия недвижимости или незаконных застройщиков. Так вот, огромная работа по остановке незаконных строительств заключается в том, чтобы выявлять вот эти вот незаконные вопросы, которые в повестке дня муниципального совета, и мы их выявляем, и мы за них не голосуем, и обращаем внимание наших коллег не голосовать за эти вопросы. Изменение пузы, то есть изменение зональных планов, план «Урбанистик-зонал», сокращенно на Молдавском, аренда, приватизация и так далее. Вот когда ты это на этом этапе останавливаешь, вот мы сейчас пожинаем плоды 19 мая 2015 года, когда наш представитель фракции схватил Киртуаку за ухо, вот тогда было проголосовано около 800 земельных вопросов. Вот те земельные вопросы аукаются нам сейчас. Вот они возмущаются, почему на Узаху, ему надо было уши оторвать тогда, понимаете, потому что сколько было проголосовано, до сих пор люди мучаются за этих строительств. А это же подноготно не видна. Вот я рекомендую зрителям хотя бы скачать хоть раз повестку дня и ознакомиться с перечнем вопросов. Вот я вас уверяю, вот посмотрите трансляцию муниципального совета. Наши коллеги, либеральная фракция, другие коллеги, которых они организуют альянсы за мафию мебеляра, скажем так, они даже не открывают сам вопрос. То есть они просто смотрят перечень, там моргают друг другу, а там надо проголосовать или не надо проголосовать и так далее. Вот. А сам вопрос надо изучить. Надо изучить, зайти в базу кадастра, проверить, а есть арест или нет ареста. А площадь в кадастре и площадь в проекте решения соответствуют или не соответствуют. А конфигурация участка соответствует или не соответствует. А есть красные линии или нет красных линий. А есть зеленые линии, то есть линия зеленых насаждений или нет зеленых линий насаждений. Мне лично проверить один вопрос повестки дня занимает не менее получаса. Один вопрос. А когда их сотня, я до повестки дня, если она как дается, как правило, за 2-3 дня, иногда в последний день, к сожалению, повестка дается специально, чтобы ты не успевал изучать, Вынужден сидеть до 3-4 утра И проверять повестку Хотя бы вкратце ознакомиться Понять какие там грубые нарушения есть И мы говорим, то есть мы уведомляем Потом наших коллег о том, что ребят Это беспредел за это голосовать Ну как? Ну к примеру Давайте вот это же знаменито Там где Анастаса Фотографировался, селфиса и больше ничего Не сделал. Вот рынок Алешина Мне кажется его одернули за то, что В общем-то он там бегал даже А он испугался, понимаете? Вот штаны подмочились Он испугался, он ушел туда Почему он с мафием Бляр там не воюет? Легче всего вводить каравода вокруг премарии А ты иди там повоюй Да не надо воевать, просто подай Юридически правильный документ Вызови полицию, там была получена авторизация Без решения Муниципального совета об изменении зоны В той зоне нельзя строить многоэтажные дома Вот сейчас Там можно строить коммерческий центр А там продают квартиры Точно как же за цирком строит одна фирма Уже стоят 5 16-этажных зданий Мы, кстати, подавали в генеральную прокуратуру Нам отказали в возбуждении уголовного дела Без решения муниципального совета То есть в той зоне строить многоэтажные здания По регламенту, по градостроительному плану нельзя Там можно строить коммерческий центр Там автостоянка там была А почему нельзя? Из-за малоэтажного строительства или по каким-то другим факторам? Ну, если мы переходим к теме генплана Посмотрите, в 2007 году был утвержден генплан Он утвержден с большими недостатками С большими упущениями И утвержден через одно место Ну, грубо говоря На основании него был утвержден местный урбанистический регламент Что такое регламент? Это вот карта Кишинева, грубо говоря В которой указывается по зонам Это зона многоэтажного строительства Это зона индустриального строительства Где промышленное производство Сборка чего-то и так далее Опасное производство может быть Это зона специальной застройки Это детские сады, спортивные учреждения Которые можно строить только в определенной территории Или в лесопарковых То есть развлекательного характера Это зона индустриальная, я уже сказал Это зона малоэтажного строительства И понимаете, для чего это во всем мире делается В зоне малоэтажного строительства Строить многоэтажку Это значит ущемить права тех малоэтажных зданий Жителей малоэтажных зданий Где строится там многоэтажное здание А также если вы строите промышленное Какое-то производство в жилой зоне Ну это бред Вот для этого идут разграничения зон И изменение зонального плана Это и есть не что иное Как разрешение строительства На определенной зоне Определенной категории То есть рынок Алешин Это была коммерческая зона Где можно построить 2-3 этажа торговый центр Они без изменения зонального плана Сейчас могут это сделать Но строительство многоэтажного комплекса Там не было предусмотрено Для того, чтобы предусмотреть Они должны сначала получить решение Муниципального совета А решение Если бы правильно, как было бы Муниципальный совет На основании проекта Кстати, публичное слушание Сначала сделали проект Потом провели публичное слушание И впервые Главное управление архитектуры Специалисты Написали особое мнение То есть Видимо, кто-то продалкивал этот вопрос И они написали особое мнение О том, что они не согласны С этим проектом решения Вот Должны быть расчеты Расчеты какие? Расчетов есть несколько Ну, во-первых Позволяет ли транспортная ситуация Разместить там объект В который будет пребывать Большое количество автомобилей Раз Там будет помимо Многоэтажного Жилого строительства Жилых этажей Наверху 15 этажей, кстати Два торговых этажа Еще два коммерческих центра Это нужны парковки Это нужны парковки Это нужны подземные гаражи А самое главное Вот эта зона Она выдержит дополнительный наплыв автомобиля И не выдержит Вот необходимые расчеты Сети городские Канализация Вода Газ Они предусмотрены в той зоне Или не предусмотрены? Понимаете? Как правило, что делают? Врезаются в старые сети А выдержат они Не выдержат Пусть город заремонтируют Потом за свой счет А также сама концепция Архитектурная Вот этот на Московском проспекте К сожалению Построили огромную махину Но не смотрится там Эта махина Кому-то может быть нравится Вот модернизм Или как там называется И так далее Мне не нравится Мне нравится больше Свободного пространства Вот Это все должно будет учитываться К сожалению Наши коллеги В муниципальном совете Это вообще не рассматривается Требования расчетов Они не предъявляют Кричим Мы как глаз Одиноких Вопьющих в пустыне И когда У нас нет большинства То есть мы не можем Убедить часть коллег Не голосовать за этот вопрос К сожалению Эти вопросы Проходят И вот задача В том числе Эти строительные группы В том числе При привлечении Других политических сил Платформа Да И партия ПАС Дружат с либералами Так ребят Убедите своих друзей Не голосовать За эти вопросы Они же часть мафии Мобиляра Они создают Предпосылки Для будущих нарушений Убедите Ваших коллег Убедите Ваших сторонников Не голосовать За беспредельный проект Ну вот к сожалению Они Вот он пришел Один совет Попросил исключить пузы Когда все пузы Уже были проголосованы Хорошо Возникает такой вопрос Есть определенные нарушения Изменения В зональных планах Нарушения По процедуре Оформления Строительных площадок Самих строек Есть какая-то роль Во всем этом Органов надзора То есть Надзоры По строительству По тому Кто должен Надзирать Отслеживать Правомерность Этих появлений Этих строек Когда отсекается Часть дворовых Территорий В самой мэрии Может быть Есть еще Ведь наверняка Ну когда-то существовало Такое понятие Как действенная прокуратура Особенно в области строительства Сегодня что? Скажем так Это должно быть Вы говорите Сейчас идеальный вариант Или как раньше было К сожалению Голосами Либералов В парламенте И Кстати Весь Альянс За это голосовал Вот Которые В том числе ЛДПМ Которые Вот Сейчас сотрудничают С платформой Да С платформой Из партии ПАС Они голосовали За изменения Некоторых законодательных авторов В актов 835 закон О принципах благоустройства И развития территории Закон 163 О выдаче авторизации То есть вы представляете себе Что Раньше 163 закон Это выдача авторизации Он был более строгим Там специально убрали Некоторые статьи То есть Сейчас застройщик Даже Не обязан Уведомлять Примарию О начале строительных работ То есть Как примария Знаешь Они должны каждый раз Оббегать все стройки И смотреть Начало строительство Они даже не знают Начало строительство Или нет Только если там Жалобы жителей То есть Создались Предпосылки и условия Для беспредела Застройщиков А это как создается Точно так же Как создали Предпосылки и условия Для воровства Миллиарда евро Отключили систему контроля Отключили систему контроля Дальше Была госстроинспекция Которая и так Извините Плохо работала Чтобы не выражаться У вас До сих пор Так у них сейчас Изобрали часть полномочий То есть сейчас Вопросами незаконно Слиста Должна заниматься Притура Вот Государственная института Инспекция в строительстве Там где Должны Или работают Профессионалы В области строительства Бывшие проектанты Архитекторы Кто разбирается В этих вопросах А сколько специалистов Работает в притуре Один главный Архитектор притуры Все Там больше специалистов По строительству нет Вот как они должны Заниматься этим вопросом Ну опять же Обличая задачу Строителям Тогда А самое главное О том что Полномочий Как бы передали Притурам А регламент работы Притуры В области Незаконно Строительства Нет Не разработан И нам Муниципальный совет Не предложен То есть сейчас Создается вакуум Власти Когда застройщик Делай не хочу То есть строй не хочу И самое главное По отношению к нему Что-то сложно сделать Вот мы обращаемся В госстроенспекцию Ребята Вот там Мне законостроить Они говорят Вы напишите нам письмо Мы в течении Семи дней Это письмо Должны рассмотреть Создается комиссия Которая рассматривает Адекватность Вашего письма И весомость Аргументов То есть Насколько опасно То что вы пишете Дальше Они направляют Письмо Этому застройщику Что мы Придем к вам Через две недели С проверкой Будьте любезны Подготовить документы Приходят Если они действительно Находят нарушение Тогда они что-то Выписывают какую-то Прескрипцию Ребята Вот все это время Занимает как минимум Месяц Он за это время Три этажа строит Как ты его остановишь Специально создаются Предпосылки Это в том числе Либеральная партия Голосует В том числе Демократическая партия Голосовала В парламенте За эти вопросы То есть Специально были созданы Такие предпосылки Вот это нужно менять И останавливать Как убедить Тех Кто проголосовал За такие предпосылки Поменять обратно А с помощью Гражданского общества С помощью привлечения Других политических сил Для этого и мы создали Строительную группу Ребята Если вы Не переоцениваем ли мы Возможности простых людей Потому что Смотрите Какие эти обсуждения Они Ну ведь Остановить человека Нарушающего закон Может только закон Мне кажется Я вам скажу по-другому Мы встречались С некоторыми наглыми типажами Ну очень наглыми типажами В ходе разбирательства Строительства Когда мне в открытых глазах Говорили Да пошел ты знаешь куда Я говорю Послушай Ну Давай я вас сожру Ну как А он говорит Понимаешь Вот у меня 50 тысяч Я 50 тысяч Когда в суд И в прокуратуру Что ты мне сделаешь Ну как бы я понимаю То есть мы изначально понимаем Что этому человеку Если судебная система У нас самая гуманная система То есть это уже опробовано Было им не раз Видимо Это опробовано не раз У них есть там Не знаю Подход к судебной системе И так далее В прокуратуре Еще куда То есть мы понимаем Что мы Юридически мы проигрываем Я ему задал только один вопрос Я говорю Послушай Вот ты видишь Стоят 50 человек Которые протестуют Возмущаются твоим строительством Вот я сейчас выхожу С пресс-конференции И говорю Что фирма Икс Гады Что они сволочи Что они не уважают жителей Что они не уважают интересы жителей И покупать Вот этих гадов Квартиру нельзя И вот эти 50 человек Мою пресс-конференцию Делают репосты В социальных сетях А у этих 50 человек Еще 500 человек Делают репосты Привлекаем Вас надеюсь Прессу Другую прессу Телевидение Газеты И так далее Я говорю Ты потом заколебешься Простите за выражение Своим покупателям Объясняешь Что ты на самом деле Хороший строитель Что у тебя хороший имидж Когда все люди говорят Что ты сволочь Вот когда он запахло Жареным Что у него Пока Его карману Будет боль Он не сможет Продать квартиру Он не надо Не надо Что нужно делать Я говорю Со мной Ничего не надо сделать Исправь нарушение Которое у тебя есть И иди Сделай так Чтобы у людей Были соблюдены интересы Со мной Ничего не надо делать Со мной вообще Не надо разговаривать И вот тут Он заинтересовался И вот Жителям Наконец-то Надо понять Что наша сила В том Что нас много Да Мы каждый По себе Можем мало Что сделать Но когда мы вместе Даже сидя Из дома Мы можем сделать Репост Что фирма Х А Б С Неважно Какая фирма Которые Ну Есть Знаете У большинства Застройщиков У 100% Скажем так Застройщиков Какие-то мелкие Нарушения есть Это Такая Система Или не знаю Сложно что-то сказать Но есть грубые Нарушения Когда он Проектирует За счет Муниципальной земли Свои парковки У нас были Недавно Публичные слушания Вот кстати Красивое здание С зеленой Крышей И так далее Это все Фиксы Это все Был обман Специально Чтобы построить Одну 12 этажку Прямо напротив Детского садика Я говорю Ты понимаешь Что на публичных Слушаниях Которые Признаны Несостоявшимся Прямо напротив Детского садика Понимаешь Что этот детский садик Больше никогда Света не увидит Я говорю Дай мне проект По инсоляции От слова солнца Что специальное Требование К детским садам Не менее 6 часов Прямого солнца Должно быть Детский сад В здании Должно быть 4 В летнее время В зимнее время По моему 2 часа Если не ошибаюсь По снипам С водом Нормативных Правил строительства Покажи мне Экспертизу У него нет Экспертизы Я говорю А нет почему Потому что Ты четко знаешь Что твое здание Будет загораживать свет Поэтому ты не сделал А все остальное Рисунок Мне кстати Сам проект понравился Это все для отвода глаз Ой зеленая крыша Так красиво А как ты можешь Проектировать На той территории Которая тебе Не принадлежит Раз Она принадлежит ГСК Гаражный кооператив Более того Гаражный кооператив Категорически против Чтобы ты Пользовался Перспективы строительства Там нет вообще Как он выкупит 500 гаражей Невозможно И финансово Нерентабельно Людям эти гаражи Видимо необходимы Потому что Есть транспорт Ну естественно Это был отвод глаз Знаете Он здесь что-то делает Чтобы украсть Вот там Вот что нужно Вот что они делали Так с этим надо бороться И с этим человеком Надо заявлять Потом послушайте Не надо покупать Квартиру У этой квартиры Потому что они мошенники Вот эта фирма Такая-то Такая-то А или Б Или С Неважно Они мошенники Они не уважают жителей Они не идут Навстречу интересам жителей Когда другая фирма А есть некоторые Хорошие примеры Я хочу вам сказать К сожалению Как правило Возникает После каких-то Разбирательств Конфликтов Судов И так далее Они понимают Что им не легче Заплатить в суд А им легче Договориться с жителями В хорошем смысле Договориться с жителями Начинается строительство Люди же не понимают Что здесь будет Они понимают Почему Потому что Застройщикам Лень Напечатать Баннер большой Хотя когда-то Это было Обязано Необходимости Они сейчас обязаны Делать Ну госстроинспекция Ж не работает Они же не наблюдают Они не знают Что он начал строиться Понимаете Потому что он не обязан Их уведомлять Они должны Напечатать информационный баннер Которым скажут Что фирма такая Строит Такое Ответственное Такое Номер телефона Ответственных И сам рисунок Что будет построено И благоустроить Территорию вокруг Построить Соседям Детскую площадку Построить Соседям Освещение Хорошее Сделать До строительства Это же не сложно Сделать Это тебе же Выгодно Сделать И вот Когда человек Делает До Тогда Это хороший Пример Тогда люди Знают Да Строительство Ну что делать Ну смотрите У меня например Родилась идея Продолжение Вашей инициативы По такому Формированию Гражданского общества По Противодействию Незаконным стройкам Давайте сделайте Какие-то огромные Большие Интересные Панели Стикеры Которые можно вешать На подъездах Новых домов Где написано Например Вы покупаете Квартиру У порядочного Строителя И будете окружены Добрыми соседями И наоборот Вы покупаете Квартиру У мошенников И будете окружены Злыми соседями Возможно Это как-то Повлияет Я думаю Что это возможно Сделать Если скажем так К нашей группе Будет доверие К нашей группе Мы не Мы не стесняемся Говорить о себе У нас есть ошибки Есть Недочеты Скажем так Есть где-то Усталость Есть где-то Я перегружен Работой Но честно Не успеваю Мне сегодня Сделали выговор За то что Два месяца назад Кто-то обратился С жалобой С петицией Я искренне Не успел ответить На эту петицию Потому что у него Такая стопка Плюс дополнительная работа Где-то не успеваем Просто работать Эта строительная группа Наждаем только Вот этими вопросами Когда там будет И гражданское сообщество И другие политические силы А мы пожалуйста Мы не берем одеяло на себя Все пожалуйста Давайте участвуйте Попробуйте Насколько сложно Этим заниматься Потому что этим Больше трех лет Мы занимаемся Не потому что Чтобы мы там себе Медаль на грудь ставить А потому что Я хочу чтобы этот город Был чистый И я хочу чтобы Застройщики осознали Необходимость Учета граждан Интересов Жителей Вот когда они будут Учитывать Им же легче будут То есть Они изначально будут Проектировать И строить так Чтобы не было Никаких проблем А нет проблем Значит у тебя Хороший имидж У тебя хороший имидж Значит у тебя Хорошие продажи Все логично Хорошие продажи У тебя хороший Экономический Прибыль Хороший бизнес Вот так вот Цепочка Которая должна привести Нарушаешь закон Невыгодно Не нарушаешь закон Выгодно Вот к чему Это в принципе Должно привести В области застройщика А так мы должны Создать законодательство И под давлением Сообщества Когда выйдет Массово Допустим Люди перед Муниципальным советом И скажут Ребята Почему вы не хотите Голосовать за этот регламент Потому что Да Он подорвет им Коррупционную составляющую Да Он усложнит Жизнь застройщикам Но это надо Проголосовать Потому что Необходимо Учесть Интересы Жителей И вот Под давлением Улицы Под давлением Наших голосов И так далее Этот регламент Может быть принят Вот для этого Все делается Вот еще Что хотелось бы Обсудить с вами Никак в историю Не уйдет В историю Кишинева Не уйдет Ситуация Вызванная Благим Намерением Облегчить Нашим Гражданам Которые Не обладают Большими Капиталами Облегчить Возможность Приобретения Недорогого Жилья Для этого Была Придумана Идея Мансард На Пятиэтажных Зданиях Построить Еще один Этаж И В общем-то Это было бы Недорого И соответственно Стоимость Такого метра Измеряется В общем-то Несоизмеримо С тем Что например Стоится Допустим Сколько стоит метр Например В новом Двенадцатиэтажном Пятнадцатиэтажном Здании Но тем не менее Ведь Вот Мансардное строительство Окружено В Кишиневе Ну целой серией Скандалов Целой серии И трагичных случаях Мы знаем Мы сами писали О пожарах О том Что часто Люди оставались Без денег В общем-то Собирая Знаете Наверное Для многих Эти средства Доставались Очень сложно И вот Когда Собирали эти деньги Отдавали застройщику В итоге Получали Недостроенный Какой-то этаж Многолетние ожидания Воплощения мечты Почему же Все-таки Вот Мансардное строительство Не стало Историей успеха В Кишиневе Знаете Потому что У господина Киртака Есть уникальная Способность Обсирать Все Что Всех Самые хорошие Идеи Которые у него есть Опять же Не очень нормативная Лексика Ну простите Пожалуйста По-другому выражаться Я пытаюсь Не материться У вас в эфире Но вспоминая Об этом деятеле Которые поддерживают Господин Настас И госпожу Маю Санду Что такое Мансарда Ну давайте Начнем с того Что лично Мое мнение Я подчеркну Это лично Мое мнение В принципе Это интересная идея Она должна Реализовываться на тех Должна была Реализовываться на тех Зданиях Которые позволяют Выдержать Этот верхний этаж Как правило Это пятиэтажное здание Вот шестой этаж Он должен был Выдержать И должно быть Здание Не ранее 70-го года Должна была быть Специальная экспертиза Которую действительно Нужно было делать Почему дешевый метр В мансарде Потому что Застройщик Который строит Мансарду Он не покупает Земельный участок Пролегающую территорию Не строит фундамент У него это уже все есть И он строит С облегченных Конструкций То есть как правило С металлоконструкций Который делает Чтобы не такой тяжелый этаж Канализация водопровод Уже подведена практически То есть ему не надо Ничего подключаться Он просто подключается К действующей системе Этого дома Но Так как большинство зданий В Кишневе Находились Или находятся На балансе ЖЭКов То есть на балансе муниципия Муниципий заключался Бенефициаром То есть тот Кто собирался строить мансарду Договор о инвестировании То есть они предоставляют крышу Дальше мансардники Скажем так строят Так вот это пригласился В коррупционный бизнес Управление жилищно-коммунального хозяйства Подготовило весь пакет документов Получалась авторизация на строительство Дальше этот пакет продавался За 10, 15, 20 тысяч евро Непонятно кому Есть у тебя опыт строительства На тот момент В 2006 году Если не ошибаюсь Возникла первая мансарда Проект первой мансарды Строиться они по-моему Чуть-чуть больше начали На тот момент Строить мансарды Если не ошибаюсь Могли только 2 или 3 фирмы То есть опыт строительства Вот такие вот Это же надо было Пробить К арматуре верхнего этажа Снять крышу Крышу это нужно делать Все оперативно Для того чтобы не затопить Пятый этаж Опыта нету Так как это превратили В коррупционный бизнес То есть подготавливался Пакет документов Простите И продавали за 10, 15, 20 Там в центральной части За 30 тысяч евро Пакет документов Да Это просто Тот Желал Заработать Быстрых денег Покупали Эти пакеты Либо перепродавали Либо пытались Что-то строить Так как у людей Опыта нету Возникали проблемы Сразу с пятым этажом То есть людей Затапливало Потому что Долго строили Не так строили Пробили крышу Или еще что-то Возник вал Критики Недовольства Как правило Жителей нижнего Пятого этажа Дальше Это коррупционная система Вал усилился Возникли такие Новоиспеченные миллионеры Как Марчел Дарий Который разбогател На этих мансардах Благодаря тому Что он одноклассник Дарина Киртуаки Кстати Вот Нео Мансарда Это же его фирма Там более 200 Обманутых дольщиков У него было больше 15 строительств Которые Он просто Нашел одну женщину И переписал Все строительства На нее С уже проданными Квартирами То есть Он сказал Что там Знаешь Там есть Не проданные Квартиры Деньги у него Обязательства у нее Да Обязательства Вот так именно Получилось И сейчас он Чистенький беленький Имеет свой телеканал Выступает на публике Обвиняет нас В чем-то Хотя На самом Печати Негде ставить Если бы правильно Подходить К этому строительству Муниципий Должен был следить За исполнением Обязательств Застройщика За счет застройщика Мансарда Можно было поменять Все коммуникации В доме Раз Подходные коммуникации Два Поставить стеклопакет Отремонтировать подъезды Можно было поставить Стеклопакеты Всем людям Потому что Стоимость Тех То есть Стоимость этого участка Оно было адекватным То есть Можно было много Реализовать Облагородить фасады Облагородить фасады Облагородить территорию Благоустройство территории Не такого же затратное Не надо было Что-то серьезное делать Элементарно Сделать плитку Привести Засеять газон И так далее Но этого не было сделано Опять же Почему? Потому что Возникла коррупционная составляющая Кто-то на этом зарабатывал Бешеные деньги В первую очередь Дорин Киртак И его соподвижники Вот вам Мафия Мобиляра И огромное количество людей Остались К сожалению С тем, что застройщики Не смогли продолжить Остролисты квартир Не справились Возникли проблемы Возник потом кризис Цены упали Возникло недоверие К мансардам Мансарды перестали покупать В итоге Большое количество Остролистов остановилось Вот И только Пострадали те Кто уже вложился Пострадали те Кто вложил квартиру К нам приходили люди Которые лично Продали Некоторым дельцам Квартиру Чтобы купить У него квартиру И остались на улице Александр Спасибо за этот разговор И все же В общем-то Чтобы не осталось За рамками нашего С вами диалога Главный вопрос А именно Как все-таки Удастся Поставить точку В истории Кишиневской Строительной мафии Вот хотелось бы Такой, знаете Итог В вашем Вашем видении Понятно Что вот Эта инициатива Организация Общественной Группы Которая сможет Так сказать Совершить Своими действиями То есть Своими действиями Сможет Изменить Положение Вещи Сегодняшнем Кишиневе Но Вот Ведь нужно Ответить на Главный вопрос Как изменить Как улучшить Доверие Кишиневцев Таким инициативам Что для этого Нужно Что для этого Нужно Чтобы кишиневцы Поверили Что возможно Подобное Ну Во-первых Уважаемые кишиневцы Никто кроме вас Самих За ваши права Бороться не будет Мы можем вам Только помогать Бороться Если Знаете Вот есть опыт Также по строительствам Там где люди Массово выходили Вот Андрей Дога 32 Наш любимый адрес Где более 200 человек Вышли Отстояли свою детскую площадку И есть адрес Там Диму 1.1 Допустим Где мы Не могли найти 5 человек Со всего Восьми подъездного Здания Если не ошибаюсь По всем квартирам Обходили Чтобы подписали Исковое заявление Суд Говорим людям Ну у вас тут На зеленое строят Нам фиолетово Но есть и такие адреса К сожалению Вот люди должны понять Что в единстве У нас сила Это раз Следующий момент Ну Помимо регламентов Законопроектов Мы решаем Такие фундаментальные Задачи Вот я хочу сказать 6 Где-то приблизительно 6-7 сентября Мы планируем Проведение Здесь Урбанистическая форма Мы приглашаем Ведущих специалистов Из-за границы Это из России Румынии Возможно будет С Баку Мы надеемся Что с Баку И с Будапешта Кстати Возможно будет Главный архитектор Который поделится Опытом Как у них Это все происходит И вот когда люди Увидят А как происходит На самом деле так И как город За 15 лет Просто стал Цветочком Стал расцветать А не как мы Наоборот Вянем Полигон Возникнет желание Что-то сделать лучше И напоминаю В единстве Наши силы Уважаемые граждане Обращайте внимание На то что творится В вашем дворе Не будьте равнодушны И присоединяйтесь Спасибо Александр Спасибо Вы смотрели программу Городская среда У нас в гостях Был советник Муниципальный советник От партии социалистов Александр Денцов Оставайтесь с нами Мы работаем для вас Субтитры подогнал «Симон»